МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наш отдел занимается всем, что может быть связано с несчастными случаями, связанными на производстве. Это и расследование несчастных случаев, это и оплата разных видов направлений социального обеспечения в этой сфере. И в том числе это финансирование предупредительных мер на сокращение производственного травматизма. Что дает страхователю такое финансовое обеспечение и в каком размере можно использовать средства Фонда социального страхования на проведение предупредительных мероприятий по охране труда? Конечно же, в первую очередь это снижение расходов, которые несет страхователь на предупредительные меры, и связанные все-таки легче травматизм предупредить, чем потом расследовать и рассказывать, что случилось и почему. Что касается размеров, то страхователь может использовать сумму, не превышающую 20% страховых взносов, начисленных за предшествующий год. То есть фактически страхователь выбирает ту сумму, которую он начислил по страхованию от несчастного случая на производстве и вычитает расходы, понесенные по этому виду страхования. В данном случае это оплата больничных листов. На проведение каких мероприятий может быть направлена эта сумма, разрешенная на финансовое обеспечение предупредительных мер? Это может быть проведение специальной оценки условий труда, обучение по охране труда работников, отдельных категорий, которые связаны с охраной труда, приобретение работниками специальной одежды, спецобуви, разных и прочих средств индивидуальной защиты. Также, если страхователь занимается пассажирскими перевозками, то это может быть приобретение тахографов. Если страхователь проводит проведение предсменных или предрейсовых медицинских осмотров, то это могут быть алкотестеры, может быть приобретение аптечек для оказания первой медицинской помощи. Необходимо ли разрешение территориального органа Фонда социального страхования на проведение предупредительных мероприятий за счет средств фонда? Конечно, это разрешение нужно получить. Для получения этого разрешения страхователь обращается до 1 августа с заявлением в территориальный орган Фонда, в данном случае в Севастопольское региональное отделение, то есть по месту регистрации с заявлением. Плюс прикладывает план финансового обеспечения предупредительных мер, это сколько он хочет потратить на эти предупредительные меры, и перечень мероприятий, то есть что он хочет увидеть, что он хочет, чтобы мы ему оплатили. И сколько времени занимает рассмотрение заявления? Это рассмотрение этого заявления с планом, с согласованием до 10 дней. А может ли Фонд социального страхования отказать страхователю в финансовом обеспечении? Конечно, может. Это финансовое обеспечение предупредительных мер является государственной услугой, и, соответственно, оно и предоставляется по административному регламенту. Как мы можем и обеспечить страхователя этим финансиром, так же можем ему и отказать. Но причин в отказе не так уж и много. Это первое, если у страхователя есть недоимка по уплате страховых взносов, есть пени, штрафы, но не погашенные на дату подачи заявления. То есть если страхователь, скажем, до 1 мая погасил задолженность, которая у него была на начало года, либо на начало первого квартала, значит он разрешение получит на это обеспечение. Также по поводу, что мы еще можем отказать. Если предоставлен неполный комплект документов, либо находится в документах недостоверная информация. Ну, если же страхователь обратился уже все-таки поздно, когда все средства, направленные на финансирование предупредительных мер, уже в бюджете фонда, были уже распределены. Если один раз отказали, допустим, страхователю, он когда в следующий раз может обратиться за получением средств? Он может обращаться, да, не один раз, но все-таки уложиться в срок до 1 августа и до того момента, пока он не соберет полный комплект документов, если ему действительно это нужно. А средства выделяются на какой-то определенный период, правильно? Это финансирование проводится на текущий год. И то есть каждый год, если что, можно обращаться? Да, каждый год до 1 августа на текущий год можно обращаться за таким финансированием. А как осуществляется оплата предупредительных мер? Оплата предупредительных мер у нас происходит в соответствии с положением, об особенностях возмещения таких расходов. Город Севастополь участвует в пилотном проекте, потому что большая часть России это все проходит в счет страховых износов. А у нас, так как мы в пилотном проекте участвуем, то мы возмещаем живыми деньгами страхователю на расчетный счет. Также, чтобы получить от нас деньги, страхователь предоставляет заявление до 15 декабря, не позднее, 15 декабря. Заявление на возмещение расходов с соответствующим комплектом документов. То есть там должны быть приложены и, скажем так, платежные документы, акты выполненных работ. Если это было обучение работников, то, значит, должны быть приложены копии удостоверений. То есть мы должны проверить, сколько у нас страхователь попросил до 1 августа и фактически какие деньги у нас мы можем ему перечислить уже до конца года. А страхователь как-то отчитывается перед фондом? Как это происходит о потраченных деньгах? Это предоставляется пакет документов. То есть до 15 декабря он страхователь нам предоставляет заявление с комплектом документов. А уже? Да. То есть страхователь сначала проплатил, потом предоставляет нам пакет документов, подтверждающих свои расходы. Если расходы фактически были произведены, а страхователь не может их подтвердить, не может предоставить ни платежные поручения, ни фактически ничего, мы проверяем пакет документов, значит тогда это все идет за счет страхователя. В контексте нашей темы существуют какие-то сейчас проблемы в Севастополе или все стабильно? Ну я скажу, что пока у нас еще не было заявлений на финансовое обеспечение предупредительных мер. По 2015 году таких заявлений, конечно, не было, потому что фактически в этом направлении фонд социального страхования, именно Севастопольское региональное отделение, начали работать только с 1 января 2015 года. Фактически страхователи начали свою работу тоже в поле законодательства Российской Федерации только с 1 января 2015 года. Поэтому взносы за 2014 год, соответственно, были очень маленькие, поэтому страхователи не обращались. Если говорить о законодательстве, чем регулируется деятельность фонда социального страхования непосредственно вашего отдела? Это федеральные законы или есть какие-то законы субъектовые? В частности, в нашем отделе мы руководствуемся 125-м федеральным законом. Это закон об обязательном страховании от несчастного случая на производстве. А в Севастополе что-то планируется принимать? Или все останется в рамках федерального акта? Пока у нас каких-то моментов не было. Все в рамках, так же, как в других субъектах Российской Федерации. Ольга Степановна, спасибо, что пришли к нам на эфир и за полезную информацию. Это была программа «В контексте». Эфир информационного канала Севастополя продолжается. Я желаю вам всего доброго. Не переключайтесь. Субтитры подогнал «Симон» Семчезон. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...